В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! В начале выпуска о том, как Архангельск отметил один из самых любимых городских праздников – День военно-морского флота. Как чествовали моряков в Первом порту России, расскажем прямо сейчас. Началом торжественных церемоний, посвященных одному из главных праздников нашего города, стало возложение цветов к памятникам героям Северного флота. Мэр Архангельска Виктор Павленко почтил память нашего великого земляка, героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Именно по инициативе адмирала Кузнецова 75 лет назад был учрежден День военно-морского флота. И сегодня этот праздник остается важнейшим для всех поколений моряков. 58 лет я отдал морю. Этот праздник, он, по-моему, не только для меня, но и для всех архангельного городцев. Есть один из главных праздников. Поэтому как-то каждый год собираемся здесь, встречаемся со своими друзьями. В общем, пока жизнь продолжается. Торжественное шествие, во главе которого сводный оркестр управления УФСИН и МЧС Пархангельской области, направилось к памятнику юным героям Великой Отечественной войны, юнгам Северного флота. В почетном карауле – наследники морских традиций и великой истории российского флота, воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса. Довольно почетная церемония, все-таки участие в Дневу военно-морского флота от Архангельского морского кадетского корпуса. И сегодня испытываем гордость за своих сограждан. Завершилось шествие у Стеллы Архангельск – город воинской славы. Подвиги во имя Великой Победы северяне совершали на суше и на воде. В память о защитниках нашего Отечества были возложены цветы к символу боевой славы Архангельска. Продолжился праздник на причале у морского вокзала, где выстроилась рота почетного караула. Полная готовность к началу парада принимает его командир Беломорской военно-морской базой, контр-адмирал Владимир Воробьев. После торжественного построения действие переносится на воду Северной Двины, где посыльный катер «Беломорец» вместе с контр-адмиралом Владимиром Воробьевым по традиции совершает обход парадного строя военных кораблей. Здравствуйте, товарищи беломорцы! Здравствуйте! Поздравляю вас с днём военно-морского флота Российской Федерации! Ура! 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 Своё место в строю заняло и судно пограничного управления ФСБ России по Архангельской области, а также малые противолодочные корабли Беломорской базы «Наринмар» и «Онега». Беломорская база находится в установленной степени боевой готовности. Рассвет, возрождение, поступление на флот новых образцов вооружения и военной техники – то, чем мы занимаемся каждодневно в период навигации. 430 лет городу Архангельску и более 320 лет – это военно-морскому флоту. Это действительно колыбель Российского флота. Здесь были первые, на первой государственной судоверфи построены первые корабли. Здесь был поднят Андреевский флаг. Поэтому, бесспорно, Архангельск является колыбелью Российского флота. Так было, так есть и всегда будет. В городе Архангельске, благодаря содействию предприятий Северодвинска, возрождается красная кузница, строительство кораблей. Поэтому при такой агломерации, такое модное слово, я думаю, что город Архангельск тоже получит новый виток, как первый порт России, как колыбель Российского флота. Я думаю, что у нас будущее связано с развитием военно-морского флота. Далее курс празднования Дня военно-морского флота был взят на площадь мира, где начался торжественный митинг. С уважением и благодарностью юные жители Архангельска преподнесли цветы ветеранам Великой Отечественной войны. Этот день по традиции – дань памяти тем, кто в суровые для отчизны времена ценой своей жизни отстоял морские границы с северных рубежей России. Честью возложить гирлянду к мемориалу победы были удостоены моряки краснознаменного Северного флота. Среди них – саратовец Олег Савицкий. Теперь он матрос, а раньше о море даже и не мечтал. Я никогда не думал об этом, когда попал, я не пожалел. Я раньше этого праздника, в принципе, не замечал. Но сейчас, ослужив месть, я понял, что этот праздник значим для страны в целом. В этом году День военно-морского флота – праздник особенный. С 1 июня, согласно приказу главнокомандующего ВМФ России, установлен новый отчет истории Северного флота. Теперь она ведется с 1733 года. Именно тогда указом Анны Иоанновны был создан Архангельский военный порт. Прежде отчет велся от 1933 года, когда была сформирована Северная военная флотилия. Венцом празднования стала высадка десанта группы спецназа Беломорской морской базы. Три лодки вышли из открытой носовой аппарели большого десантного корабля, устремившись к песчаному берегу, где их поджидал условный противник. Спецназ морской пехоты за считанные минуты прорвал оборону врага и водрузил Андреевский флаг. Среди зрителей был и Вениамин Кузнецов. Всю свою жизнь он отдал водной стихии. В его морской биографии были и похожие моменты. Мы тоже в десанте участвовали, правда. Это была Устка, Польша. Вообще-то служба, это море, это качка, это замечательно. А тем более, если я на реке родился. С интересом наблюдает за происходящим на берегу Двиной реки и Александр Никешин. Юноша целый год с нетерпением ждал этого праздника. Очень эффективно и было очень много взрывов. Особенно понравилась концовка, когда уезжали на лодках. Высадка десанта прошла по всем правилам военно-морского искусства. Ведь его действия проверены десятилетиями. В прошлом году тактический десант группы морского спецназа Беломорской военно-морской базы отметил свой 30-летний юбилей. Четкость и слаженность показательных выступлений, как и организация всего праздника, никого не оставили равнодушным. Очень хочется сказать слова благодарности нашим организаторам этого праздника, мэрии, Павленко, которые всегда очень активно принимают участие. И мы радуемся этому празднику, потому что это, ну как бы, и облагораживает наш город, и смотрите, сколько много людей, какой это праздник, как это радостное. Даже погода и то благоприятное. Так что спасибо всем-всем. Масштабным и зрелищным остался праздник в памяти каждого архангелогородца. И каждый из участников этого грандиозного действия в очередной раз убедился. Морские рубежи нашей страны находятся под надежной защитой. Артемий Заварзин, Екатерина Грицыенко, Инга Швецова, Ольга Красулин, Алексей Шершов, Дмитрий Люканов. Панорама Севера. Уже третий год подряд День ВМФ в Архангельске невозможно представить без фестиваля духовой музыки «Дирекцион Норд». На этот раз в нем приняли участие семь духовых оркестров из разных городов России. Мария Воробьева продолжит. Звуки барабанной дроби и голоса медных труб не смолкали в Архангельске три дня. Одним из мест, где прошел фестиваль духовой музыки «Дирекцион Норд», стала площадь и театра драмы. Военный духовой оркестр «Волжские берега» в Архангельске впервые. Гости «Щебоксар» представили зрителям программу «От марша до джаза». Очень большая честь. То, что пригласили, это поддержание вообще духовой музыки, в частности, военной музыки. Это громадное значение играет, мне кажется, для всех, не только для нас, для военных. На третий фестиваль «Дирекцион Норд» приехали семь духовых оркестров из Архангельска, Северодвинска, Кирова, Чебоксар, Мизини и Котласа. Живое исполнение классической музыки, импровизации на темы русских народных песен и популярные мелодии не оставили архангельских слушателей равнодушными. «Это город моряков, город тружеников, и я считаю, что очень даже замечательно и с Архангельском, и с Днем военно-морского флота, и с традициями. Это было бы здорово, если бы каждое выходное на нашей набережной духовые оркестры играли». Музыка духовых оркестров продолжила звучать и в Театре драмы, где прошел голоконцерт фестиваля. Один за одним сменялись ритмы. Коллектив из Котласа исполнил на фестивале не только классические военные марши. «И танцевальные есть произведения популярные, у нас солисты играют, пьесы, специально написанные для трубы, для кларнета, для тромбона. Включили в этот раз программу «Танец с саблями», очень известное произведение, которое Таран Хучатирян написал в своем время». При поддержке мэрии города фестиваль духовой музыки «Дирекцион Норд» стал одним из главных украшений праздника военно-морского флота в Архангельске. «История, она продолжается, она воплощается вот именно в марше духовых оркестров. Это очень важно, потому что мы город воинской славы. И это важно для ветеранов флота, это важно для тех, кто за свою жизнь отдавал, защищая нашу Родину». Мужество, патриотизм, воинская доблесть, любовь, выраженные в музыке. Все это посвятили тебе, Россия, 130 голосов сводного духового оркестра. Мария Воробьева, Алексей Шаршов. Панорама Севера. К другим новостям. В Архангельске уже второй раз проходит акция по раннему выявлению рака груди. В течение трех дней в медицинских учреждениях будут проводиться бесплатные обследования и консультации специалистов-мамологов. Подробности у Екатерины Грициенко. 1099. Именно столько северянок прошли осмотр в период пилотного запуска проекта в столице Поморья год назад. Тогда было выявлено 18 подозрений на рак молочной железы. Рак молочной железы – это самая распространенная опухоль среди женского населения. Она лидирует по заболеваемости. Примерно 76 женщин на 100 тысяч населения ежегодно заболевают в Архангельской области. Достаточно высокая смертность – 24 на 100 тысяч. Это те цифры, которые, в принципе, очень настораживают нас как специалистов. Специалисты не устают повторять. Предупредить серьезное заболевание поможет ежемесячное самообследование молочных желез. А женщинам после 40 необходимо проходить маммографию минимум раз в два года. Таких маммографов в Архангельской области 22. Это оборудование может определить не только наличие, но и характер изменений молочной железы. При том, что рентгеновское излучение новых аппаратов в 10 раз меньше прежних образцов. Вообще профилактическая маммография, которую после 40 лет должны проходить женщины, позволяет при нормальном уровне оборудования, нормальной квалификации врачей, выявлять изменения от одного сантиметра. То есть, ну или группы кальцинатов там еще можно меньше, на меньшей площади находить. Но это позволяет, по крайней мере, спасти жизнь женщины. Научить женщин предупреждать серьезные онкологические заболевания – главная цель акции Санкт-Петербургского фонда профилактики рака. Благотворительная акция в рамках программы «Месте против рака груди» будет проходить в Архангельске с 29 по 31 июля. В течение этих трех дней каждая женщина абсолютно бесплатно и без предварительной регистрации сможет пройти клинический осмотр и, согласно показаниям, маммографическое обследование. Консультации пройдут в городской поликлинике номер 2 и 7-й горбольнице. Адреса вы видите на ваших экранах. Екатерина Грициенко, Олег Ширяев, Панорама Севера. В отделении Пенсионного фонда России и Пархангельской области организована горячая линия, на которой специалисты консультируют страхователей по вопросам отчетности за первое полугодие 2014 года. Телефон горячей линии 21-77-88 будет работать 8 августа с 10 до 12 часов. Кроме того, есть возможность воспользоваться онлайн-сервисом на сайте Пенсионного фонда России. Напоминаем, что до 15 августа плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование должны предоставить расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по единой форме отчетности РСВ-1. Сведения индивидуального учета также входят в состав этой формы. В Архангельской области, начиная с февраля этого года, уже приехали около 500 граждан Украины. Из них в Новодвинск 15 человек. Каждая приехавшая семья со своей трагической историей. О семье, прибывшей из военного Славянска, сюжет наших новодвинских коллег. Руслан, Юлия и их двое детей приехали в Новодвинск и Славянска. Уже почти месяц они живут здесь у бабушки, в безопасности. Но до сих пор вздрагивают от шума пролетающего самолета или подозрительных звуков со двора. Слишком тяжелые испытания пришлось перенести, когда началась война. Решение переезжать возникло в тот самый момент, когда в огород их собственного дома упал снаряд. Люди в один миг остались без всего. Долгое время прятались от пуль в подвалах. У нас выбиты все окна, двери, поврежденный замок, стекол вообще нет, мы их забили, заколотили. Также на улице, мы живем в своем доме, повредили и подвал, и сарай, забора нет. А вообще по нашей улице, в самом начале улицы нету 10 домов. Это первый дом вообще сгоревший, там одни стены. Ну и люди почти, можно сказать, многие уехали. Остались старики, которым некуда ехать, некуда бежать. Проблем с переездом из Славянска у семьи не было. С собой только самое необходимое. Поэтому сейчас переселенцы нуждаются в помощи. Мы взяли две сумки с вещами, обувь и документы. И документы не все. На детей у меня только свидетельства нету, ни карточек медицинских, ни со школы, ничего. Вещами нам помогли, картошкой нам помогли, бесплатно дали. Женщина-предприниматель, она вот держит, наверное, магазин здесь Аврора, Димитрова 15, она Елена. Она нам помогает продуктами, мы ходим на определенную сумму, можем у нее купить продукты. Канцелярию дали нам. Ну а так, конечно, нам хотелось бы двухъярусную кровать, потому что все вместе мы ютимся, ну и комод. Ну, бабушка у нас со своей пенсии пошла, заказала его, ну, взяла в кредит. А теперь как-то будем, если устроимся на работу, будем ей отдавать эти деньги. Встретили в Новодвинске очень хорошо, много помогает людей, даже чужих людей, помощь такая хорошая. Приятно очень. Планы ждать, документы пока сделают, но долго делать будут. Зарабатывать, а зарабатывать без документов тоже невозможно. То есть, ну, где-то деньги брать, а где их брать, это нереально придумали же. То есть, желание есть заработать, но возможности нет. Начинать жить заново тяжело, признаются Русланы и Юлия, но эти трудности несравнимы с военными действиями. Пока оформляются документы, семья привыкает к северному климату. На лицах детей улыбки. А это значит, теперь впереди только светлое будущее. Родители решают вопросы с документами, жильем и работой. Диана и Владик ходят в профилакторий. Помогают и просто неравнодушные граждане. О войне напоминают чувство страха и вот эти фотографии, сделанные на родине. А вот это наша улица. Это что, осталось от домов? В Славянске Руслан и Юлия возвращаться не планируют. Вот уже около года, как в Архангельске появился первый городской круглосуточный телеканал ПС, который вещает в сети АТК и в сетевизоре портала «Правда Севера». Уникальность телеканала ПС в возможностях прямых трансляций из любой точки города и интерактивного общения со зрителем. В нашей рубрике «Вопрос дня» мы спросили архангелогородцев, что привлекает в работе телеканала и что бы еще они хотели увидеть в нашем эфире. ПС – интересная программа. Хотелось бы увидеть на телеканале ПС, чтобы показывали другие команды дворовые, как играют. И показывали детей, которые занимаются футболом, спортом почаще. Первый раз я узнала о канале ПС, когда смотрела трансляцию конкурса «Мисс Архангельск». И потом стала его постоянной телезрительницей. На телеканале ПС есть программа в центре внимания. Хотелось бы, чтобы освещали такие проблемы, как благоустройство города, состояние автомобильных дорог, вывоз мусора. Мне очень нравится смотреть телеканал ПС, особенно его интерактивные программы, наподобие вопрос священнику, вопрос психологу. Хочется, чтобы на канале появились какие-то подобные передачи, например, какие-то кулинарные, допустим, типа смака. Я смотрю телеканал ПС, и мне очень нравится, что там много всего интересного. Я хочу, чтобы там были викторины и различные конкурсы. 25 июля ушла из жизни Мамбетова Маргарита Ивановна, учитель начальных классов. Почетный работник общего образования Российской Федерации, победитель Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта образования. Прощание с Маргаритой Ивановной Мамбетовой состоится 29 июля с 10 часов 30 минут в морге областной судебной медицинской экспертизы на Самойла-21. Продолжается установка окон в Михайло-Архангельском кафедральном соборе. На 40-метровую высоту блоки будут подаваться при помощи башенного крана. Вес каждого из них составляет порядка 300 килограмм. Чтобы создать такие блоки, архангельские мастера разработали совершенно новые конструкции. На производстве нестандартных окон побывала Екатерина Грициенко. Сосновый пиловочник крупного диаметра. Такое сырье используют для изготовления окон кафедрального собора. В раму материал начинает превращаться на лесопильном станке. Затем все по стандарту. Сушка и нарезка небольших деталей. Из них будет складываться оконная коробка. Толщина коробки для окон собора значительно больше обычной – 120 на 120 миллиметров. Далее – грунтовка конструкции. При обработке окна собора приходится располагать горизонтально. Для стандартных стоек такие большие детали не подходят. Сейчас окна покрывают лаком. Именно здесь они приобретают свой окончательный цвет. Обычные изделия перемещаются по конвейерной ленте. Однако окна для кафедрального собора по своим габаритам для этого не подходят. Каждый из них приходится красить индивидуально. Центральная часть православного храма освещается за счет окон барабана главы собора. Эти окна символизируют цвет учения церкви. Их число должно быть непременно четным. Чтобы создать такие блоки, архангельским мастерам пришлось разработать абсолютно новые конструкции. Для этого проекта изобретался, можно так сказать, новый профиль и новый тип окна. На главном барабане таких окон 12. В дальнейшем у нас работа будет произведена по остеклению больших витражей, выходящих на речку Северная Двина и здание Северного морского проходства. Здесь необычна даже фурнитура. Она позволяет держать створку весом до 150 килограмм. Для прочности окно запирается в шести местах. Стекла со специальным напылением, задача которого – защитить росписи храма от солнечного света. А для создания циркуляции воздуха на большой высоте планируется установка системы дистанционного управления окнами. Стеклопакет состоит из трех стекол. Внутри пространство, которое закачано газом, плохо проводящим тепло. То есть это не обычный кислород, это газ, аргон. То есть здесь уже, видите, оно чуть синевой, в нем всегда будет отражаться небо, либо речи. Общая площадь остекления храма составляет 450 квадратных метров. Работы планируется завершить к сентябрю этого года. Екатерина Грициенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. В выставочном зале Союза художников состоялся необычный кинопоказ. Несколько фильмов в стиле видеоарта представила литовская художница Эмилия Шкарнулите. Подробности в следующем сюжете. Термин «видеоарт» появился в 60-х годах прошлого столетия и дословно переводится как «видеоискусство». Пионером в этом направлении был корейско-американский художник Нам Джун Пайк. Он первым освоил монитор, видеокамеру и видеосинтезатор в культурно-подрывных целях. А позже видеоарт стал отдельным направлением современного искусства. Вообще очень интересно, когда есть какая-то дискуссия, есть какой-то конфликт, потому что действительно удивительно, насколько разнятся мнения о том, что можно ли вообще это считать искусством. Для литовской художницы Эмилии Шкарнулите вопрос, можно ли видеоарт считать искусством, никогда не стоял. Она с детства занималась культурой, живописью и мечтала снять фильм, в котором все виды искусства объединятся в единое целое. Девичья мечта осуществилась. Эмилия окончила Академию искусств в городке Брера, недалеко от Милана, и стала профессиональным режиссером. Главная ее работа – фильм «Алдона», с которым она приехала в поморскую столицу. Фильм о моей бабушке, которая живет в Литве. Она ослепла после чернобыльской катастрофы 1986 года. И вот в один из дней она пошла прогуляться по парку советского периода. Среди бюстов и скульптуры она пытается на ощупь гадать, чей это памятник. Стремление ощутить и познать мир, вернуться к истокам, погрузиться в воспоминания – все эти черты характерны для художественного мира Эмилии. Ее герои в финале прозревают, так же, как и зрители. Документальные фильмы наполнены смыслом. С их помощью можно манипулировать зрителем. Он начинает видеть жизнь с какого-то неожиданного угла, чего раньше не видел. Литовская художница в поморской столице впервые для себя открыла много нового и удивительного. Особенно ее покорило величие белых ночей. Девушка признается, что, возможно, следующий свой фильм в стиле видеоарта она снимет именно в нашем городе. Инга Швецова, Ольга Красулина, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 25 июля на стадионе Труд состоялся футбольный матч между командами «Водник» и «Рома». Победу одержал «Водник» со счетом 1-0. Болельщики смогли следить за футбольными баталиями в прямом эфире телеканала «ПС». 26 июля также в прямом эфире телеканала «ПС» можно было увидеть плац-концерт духовых оркестров из Кирова, Чебоксар и Архангельска, участников третьего фестиваля «Дирекцион Норд». А в дни празднования военно-морского флота на площади мира в Архангельской состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие ветераны-североморцы, а также кадеты Архангельского морского кадетского корпуса. Кульминацией празднования Дня ВМФ стала показательная высадка военно-морского десанта на пляже в районе площади мира. Телеканал «ПС» не остался в стороне и от этих праздничных мероприятий. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы сможете приобрести в редакции телеканала «ПС». Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале «ПС» и в сетевизоре портала «Правда Севера». На стадионе труд прошел необычный товарищеский матч. Хоккеисты играли с футболистами. В преддверии старта нового сезона Архангельский водник встретился на зеленом газоне с командой «Рома». Вместе с болельщиками за увлекательным матчем наблюдал Константин Рудаков. Товарищеские матчи между хоккейным водником и футбольной «Ромой» имеют давнюю историю. Первая игра состоялась в 1997 году и закончилась победой новоиспеченных чемпионов России 4-3. С тех пор команды провели шесть матчей, которые неизменно проходили в напряженной борьбе. «Больше побед, конечно, у водника. Рома, если и побеждала, то после ничьи в серии пенальти. А водник несколько раз выигрывал в основное время». Последний матч состоялся три года назад. Тогда хоккеисты одержали минимальную победу 1-0. В предстоящем сезоне водник будет отмечать 90-летний юбилей. А потому руководство клуба вновь решило подарить дерби преданным поклонникам «желто-зеленых». «Конечно же, эти матчи, на мой взгляд, необходимы. В первую очередь, это встреча с болельщиками. Мы играем для своих болельщиков. Чем больше встреч, тем мы больше болельщиков будем привлекать на стадион. Это всегда идет плюс для всех, и для нас, и для людей, которые пришли посмотреть». С первых минут на поле шла равная борьба. Обеим командам не хватало последнего паса, чтобы открыть счет. В итоге до перерыва голов зрителей так и не увидели. «Ребята же, как сказать, физически все готовы. Очень приятно с ними играть. Второй тайм впереди. Сейчас внесем коррективы и, в принципе, должен счет на табло открыться». А во втором тайме одна из атак водника стала голевой. Старание партнеров увенчал точным ударом Александр Серов. Все попытки Ромы отыграться пресекались на посту к штрафной ледовой дружины. В итоге водник вновь одержал минимальную победу и с хорошим настроением отправляется на тренировочный сбор. «Сейчас, 26 числа, уезжает команда в Малиновку на сбор по очереди и подготовке. Дальше приезжаем, встаем на лед, едем на кубок. Задача одна – выигрывать в каждом матче. Для начала вот и все. А все остальное дальше уже посмотрим». Первыми соперниками водника в Кубке России станут Красногорский «Зоркий» и «Динамовцы» Казани. Константин Рудаков, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Далее о курсе валют на 29 июля. По данным Центробанка на 29 июля. Доллар США – 35 рублей 35 копеек. Евро – 47 рублей 48 копеек. Это была Панорама Севера. В студии работа Елена Гончарова. Всем удачи и до встречи на канале ПС. В Вельске 29 июля ожидается переменная облачность и, возможно, гроза. Температура воздуха плюс 24 градуса. В Котласе малооблачно плюс 28. В Мирном – ясно, без осадков, плюс 27 градусов. В Новодвинске малооблачно, небольшой дождь, гроза, плюс 22 градуса. В Архангельске во вторник 29 июля переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, днем до плюс 22. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление не изменится.